Мы люди, планеты, земля. И очень гордимся этим. В одной из своих книг сейчас я пишу Дедушке Ибрагиму, маме Патимат, детям Олену и Шейле, Внучек Шамилю и внученьке Гретии и правнуку Максиму. И через это созвездие имен посвящаю всему человечеству. Потому что человечество, как и человек, имеет главную потребность быть целостным. Чему доказательства, например, интенсивное развитие интернета, создание, например, искусственного интеллекта, конкурента человеку, который может при самосовершенствовании стать таким конкурентом, что человек задумается, чем же он отличается от этого. И найдет себе новые, новые качества, чтобы сохранить разум человека на планете. Вот зачем человек в своей эволюции создал себе такого конкурента. Для своего собственного самопознания и открытия новых качеств и способностей, которых раньше во Вселенной у человека не было. Помогите Вселенной! Нам так кажется, что звезды вечные на самом деле человек с душою поэта, общаясь с вечностью, вечен. Потому что разум это такое необыкновенное явление, которое мы должны поддерживать, чтобы Вселенная не была как самолет, терпящий бедствие. Сегодня в мире считается, что самое ценное это идея. Потому что идеи создаются только у человека. Только человек делает открытие. Моим методом в саморегуляции ключ пользуются уже миллионы людей на планете. Я создал его в Центре подготовки космонавтов для моделирования состояния невесомости, преодоления стресса и перегрузки. И теперь им пользуются и журналисты, и художники, и физики, и спортсмены. Для того, чтобы снимать у себя сжимы и открывать у себя состояние творческое. Чтобы озарения, которые у нас возникают иногда спонтанно, были по нашему заказу. Чтобы воля наша расширилась. Потому что воля это свобода. Человек стремится к свободе. От страха к свободе. И помогает ему в этом любовь и творчество. Наш международный форум, который будет собираться один раз в год с приглашением самых любимых людей в своих странах. поэтов, художников, физиков, спортсменов, режиссеров и писателей. Которые будут создавать некий мозговой штурм для решения глобальных проблем человека и человечества. и создавать эти новые идеи, которых сегодня есть востребованность в ответ на те угрозы, которые нам подает современность. Новые идеи, новая школа. ни для кого не секрет, что в нашей школе наше будущее мы учимся с детства постигать мир. И мы теперь задумываемся о том, каким он будет, человек будущего, какими качествами, способностями будет обладать, чтобы сохранить жизнь во Вселенной, сохранить разум на планете. какие это будут качества и способности и их развивать уже сегодня. Человек будущего это каждый из нас и наша задача открывать себя, чтобы жизнь наша завтра была лучше, чем жизнь сегодня. Иначе наши усилия в жизни не имеют никакого смысла. Новые идеи, новые технологии, новые коммуникации и новые идеалы. И мы создаем мост дружбы народов как мост психологической защиты народов мира. И в этом участвовать будут выдающиеся люди. и именно они создадут нам новые прорывы. Это удивительно, потому что человек так устроен, что лучшим его состоянием является состояние творческое. Потому что человек это вид хомо сапиенс. наша задача чтобы человек сохранял себе человека вопреки обстоятельствам. И мы уже умеем и мы уже этому обучаем в нашей школе человек будущего как использовать высшую из энергии энергию стресса до своих новых достижений. Желаю вам здоровья и успехов друзья. До встречи. До встречи. И у нас будет лучшее будущее. Субтитры Субтитры Субтитры